Так, теперь упражнение. Так, вот про обратность. Я хочу, чтобы вы обратность вот этих матриц В и С прощупали. Для этого вам нужно убедиться вот в чем. Упражнение, наверное, это 8 уже, да? Упражнение 8. Проверить, что выполняется вот такое свойство. С и альфа В альфа Ж. Сумма по альфа. Если мы перемножим эти коэффициенты, то мы получим дельта и Ж. То есть это не сложно, просто надо понять, что это действительно так. И наоборот, если мы поменяем местами, то есть будем... Так, сейчас скажу. Будем... В таком... То есть наоборот теперь будем менять верхний индекс УВ и нижний индекс УАльфа. Нижний индекс УС. Убедиться, проверить, что это действительно так. Что это верно. Так, хорошо. Да, еще я хотела дать упражнение, еще я в прошлый раз. По-моему, я не давала его в прошлый раз. Тоже про координаты. Про координаты. Ну я, может быть, в следующий раз вводу. Сейчас я боюсь с индексами. Ну это упражнение, по-моему, я не давала в прошлый раз. Это упражнение о позе дуального пальца. То есть вы помните, если вы помните, то мы считали координаты одного базиса в другом, вот когда они вертогональны. То есть, ну на самом деле, то же самое ведь можно делать и для произвольных базисов, которые не являются дуальными. То есть, ну вот сейчас я хочу сформулировать упражнение, которое как раз о том, что хорошо работать с вертогональными базисами, а с остальными не очень. Так, упражнение 9. Значит, пусть у меня есть базисы E и Т – это базис В. Эвкатые – это базис В со звездочкой. Произвольные, то есть это произвольные базисы. Не дуальные. Тогда показать, что F, примененное к X, где F – это элемент из В сопряженного, имеет координаты, так, какие координаты? координаты это и Т – это из В сопряженного. Х имеет координаты к Си и Т в своем базисе. Значит, это элемент из В. И тогда вот этот элемент можно записать вот таким образом. Здесь добавляются коэффициенты А, К и Т. Это число, да, то есть примененное F, примененное к конкретному X. Это число, и вот как это число выражается через координаты, через координаты вот этого вектора и ко-вектора. Выражается таким образом здесь. Это ИТ, КСИ, КАТОЛЕ, ДА. А число АКАТОЛЕ определяется как форма. Вот эта форма, примененная к F-ИТОМУ. То есть F-ИТОМУ, примененная к Е-КАТОМУ. Это просто по определению вот этих чисел. То есть вот это нужно доказать. Вот вспомните, пожалуйста, как вот эта формула выглядит для вертогонального базиса. Помните, как она выглядит? У нас F-ИТОМУ. КАТОЛЕ равна D-КАТОМУ. Да, 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 да. Да, все правильно. То есть если в базисе вертогональный, тогда вот эта форма, она существенно упрощается. То есть здесь у нас просто будут почти всегда, условно говоря, нули. Когда ты единичка, то есть эта форма, она просто существенно проще становится. Ну то есть, собственно, это как раз мотивация работать именно с вертогональными базисами. Вот. Значит, это было упражнение 9. Так, и еще сегодня я хотела сказать... Успеваю я? Да. Хотела сказать еще немножко про лихлидовое пространство. То есть сейчас тоже будет некоторая возня с координатами, с переходом от одного базиса к другому, но уже для их лихлидового пространства. Так, это я затру. Так, понятно упражнение, да? Ну, упражнение, в общем, я все равно еще пришлю. Жду решения. Решения я получала от некоторых из вас, но от меня все. Можно присылать новые задачки, которые я сегодня сформулировала, и старые задачи. То, что я еще не допроверяла, я еще ничего проверила, я обещаю проверить сегодня. Так, теперь поговорим про лихлидовое пространство. У нас есть лихлидовое пространство вверх. Задача, которую я хочу решить. То есть, когда мы говорим о лихлидовом пространстве, у нас есть внутри В скалярное произведение, то есть В обладает скалярным произведением. Есть скалярное произведение. То есть, по сути, это та же самая билинейная форма, с которой мы работаем, да? Ну, если обычно у нас здесь элементы из В сопряженного, В со звездочкой, а здесь просто элементы из В, то здесь тот и другой элементы из В. То есть, ну, мы можем считать, что В и В со звездочкой это одно и то же. И у вас была задачка в списке, по-моему, это задача номер 4, ну, как раз это задачка о соответствии, она как раз вот об этом соответствии, о том, что вот в случае евклидового пространства вот этому Ко-вектору можно поставить в соответствие как-то это было вот так обозначено, В маленькая с индексом Ф, то есть, вектор из В такой, что Ф, применённое к Х, это ВФ скалярно множенное на Х, для каждого Х. То есть, это как раз именно о том, что вот о скалярном произведении, об обычном скалярном произведении в евклидовом пространстве можно думать вот именно таким образом, думать как вот об этой билинейной форме, о которой мы уже там много раз говорили. То есть, это как раз вот оба отождествления, что В и В со звездочкой это по сути одно и то же. То есть, это вот об этом задача. Вот, ну и она вообще важная, то есть, когда мы ставим соответствие, это на самом деле много людей встречается, это когда мы ставим соответствие функционалу, да, линейному функционалу скалярное произведение. Скалярное произведение на фиксированный вектор. То есть, вот этот фиксированный вектор, да, то есть, мы можем думать о линейной функции как о скалярном произведении. То есть, вот такое скалярное произведение с фиксированным вектором. То есть, это такой важный туалет. Если вы эту задачку уже не сделали, то, пожалуйста, сделайте. Она важна для понимания. Так, значит, хорошо, это я напомнила определение, то есть, что нам важно в контексте эвклидового пространства. Теперь задача тоже о переходе от одного базиса к другому, но теперь уже внутри одного пространства. Пусть у нас есть базис ленитых, базис В. Пусть есть базис, ну, давайте так, как я его обозначала, давайте это будет базис эвкатых, ну, то есть я по привычке так же обозначу, как коллектора. То есть это базис В со звездочкой, но на самом деле можно его рассматривать, как просто другой базис В. Вот я хочу понять, как устроена матрица перехода. Матрица перехода, значит, ее же. Значит, вот эту штуку я хочу найти. Задача найти матрицу перехода от EI к FK. Так, ну и давайте я вот такие же равенства напишу, значит, ну, что значит, опять же, матрица перехода? Что значит матрица перехода? Это значит, что каждый EI я могу выразить как сумму, сумму G и K, то есть сумма по K здесь, да? Я опять подробно напишу, чтобы было понятно, как устроена матрица. То есть для первого вектора это будет такая сумма плюс G1NFNT и так далее. ENT, здесь будет на первом месте стоять NT индекс, здесь единичка F1 плюс GN2F2 плюс и так далее, плюс GNNFN. То есть вот это матрица G, она так устроена. Здесь неудобно, чтобы оба индекса были снизу. Вот, я хочу понять, как устроены вот эти коэффициенты G. То есть я хочу эти коэффициенты найти. То есть найти матрицу G. Вот что мы можем. Ну и давайте я возьму вот это равенство, вот это равенство, и его скалярно умножим, скалярно его умножим на Eα. Значит, что я получаю? Я получаю слева Ei, умноженное на Eα. Ну то есть здесь вот эта операция, она корректно определена для элементов одного базиса. Еще раз я напоминаю, да, потому что у нас есть скалярное определение. Здесь я могу сразу вынести коэффициенты и катые. Дальше я что говорю, что... Ну опять же, да, помнить, что вот это... Вот это будет равно Δkα В случае дуальных базисов, да? Что здесь надо уточнить, я не помню, я сказал или нет, но точно не написал, что это дуальный базис. Ну и опять же, то есть здесь должно К совпадать с Alt, то есть мы получаем, что это G и Alt. Вот. То есть таким образом мы, смотрите, вот этот элемент с произвольной парой номеров выразили через базисные вектора EI3, Eα. Вот. То есть мы вот эту формулу с вами... Сознали. Доказали. Хорошо. То есть в случае евклидового пространства, да? То есть вот переход вот одного базиса к другому является вот таким образом. Так. Ну и почти все. Значит, давайте еще вот что сделаем. А, сейчас, да, то есть цель-то была не такая, да? Сейчас я скажу, что еще хотел сделать. То есть это мы посчитали вот эти G и Каты, G и Каты мы посчитали, но мы хотели сделать так. То есть мы хотели... Вот что, давайте я это сформулирую в качестве упражнения. Значит, вот что остается понять. То есть я хочу выразить... Теперь наоборот я хочу выразить, да? Сейчас сображу. Я получила... То есть я на самом деле нашла матрицу перехода... От чего к чему, давайте поймем. От F к E, да? Я нашла матрицу перехода от F к E. Ну а теперь, понятно, да? Мне просто надо взять обратную матрицу, если я хочу вот в этом порядке, да? То есть, значит, мы с вами показали, что... Мы показали, что... Вот это... Нашли... Вот этот переход осуществляется. От F к E, да? А теперь, ну, если я изначально рисовала стрелку в другую сторону, да? То теперь нужно еще сделать шаг. Ну и понять, что... Ит-ы выражаются через числа, которые мы обозначим с верхними индексами. Вот это упражнение есть. Через числа с верхними индексами. Ит-ы... Ит-а... На E к ты. Где? Ж-и... К ты? Это... Это что? то, ну вот, вам нужно понять, что такое рейкады. И g с верхними индексами требуется выразить через g с нижним индексом. Ну и напоследок упражнение, я на самом деле уже все-таки сказала, упражнение 11, тоже про вот эти числа g и каты, значит, вот это еще показать, что g и каты для них справедливо такое. Ну и на этом я сегодня остановлюсь опять. Спасибо. 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 Спасибо.